На этом уроке мы начинаем грамматический разбор Ираб Суры Аль-Аляк из густа крови. Игра – это фиал-амрин, глагол повеления, приказа, повелительная форма глагола или повелительное наклонение. Мовню аль-сукони с неизменяемым кончанием суконом на конце. Уфа'илю и уфа'ил – действующее лицо – это скрыто в нем в обязательной форме местомения, такдилу-ху анта, которая выражена местомением анта. Вал-фа'илю маа фа'илю – глагол Игра – вместе со своим фа'илем, действующим лицом. Все это глагольное предложение, ибо тогда это начальное предложение, поэтому не имеет места в падеже. Би-сми ал-бав это харфу «джар» предлог родительного падежа. Игра – лицом со своим фа'илем,32 неизменяемому кончанием с кастро на конце. Исм será «ал-бай» — предлог родительного падежа в составлено харфом «бак» в состоянии герба, родительного падежа. Уиламо теджали признак поджар джар в этой имени. аль-касрату-захрату-аля-ахри, явная касра на его конце. Валь-джару-валь-мачруру, прилог родительный падежа-бай, и поставленное им состояние джару родительный падеж имя в исме, утаалликан бимахадуфин состоят в смысловой связке со скрытым удаленным аминным фактором, будет в махале наспен на месте падежа, наспенитен у падежа. Халун мин фаалил фаали, будет халя обстоятельства образа действия от фааля, то есть действующего лица, глагол икра, то есть икра будет халя от этого фааля, выражено местомением анта, или же говоря по-другому, состоит в смысловой связке со скрытым аминным фактором, являющимся халя, обстоятельством образа действия, то есть получается икра муфтатихан бисме Раббек, читай, начиная с имени Господа Тойва, то есть получается куль бисмиллах зума Кра, скажи, начиная с имени Аллаха и затем читай. Восьме исме, это у нас мудаф, имя исме является мудафом, первым членом зафетного сочетания, во Рабби это мудаф, или второй член из зафетного сочетания, из зафетной связки, маджрурун бил мудаф, поставлен мудафом, состоян жара, родительной поддержки, ва алла муты джаре, признак падежа джар в этом имени, алкасра тузлахирату аля ахри, явная касра на его конце, во Рабби это мудаф, имя Рабби является мудафом, первым членом из зафетного сочетания, ва алкаф, а каф это дамирун муттасылун, слитное местомение, мабни аля фатхин, с неизменяемым окончанием, с фатха на конце, фимхали джарин, на месте падежа, родительну падежа, мудафу но лейхи, второе член из зафетного сочетания, или скажем, вторая часть из зафетной связки, а леди это исман мусулен, относительное местомение, мабни аля суконин, с неизменяемым окончаемым, суконом на конце, фимхали джарин, на месте падежа, радительну падежа, наа túльни Рабб, явнаясь наа than, сывой, описанием, или определением слова Рабба, «Халика» — это фи'алин ма'адын — глагол, прощающий во времени, мабни'аля фатхан с неизменяемым кончанием с фатхана конца. Во фа'алю и его фа'аль, действующий лицо это, дамирин мустатирин фиихи, джавазин, скрытый в нем в допустимой форме мисмением. Та'кдиру хуа, который выражен мисмением хуа. Во фи'алю ма'а фа'алих, глагол халика со своим фа'алем, действующим лицом света, джумлетун фи'алитун, глагольное предложение. Сылат аль-Ма'усули — предаток, предаточные предложения относительно мисмени аль-Льдин. Поэтому мы говорим, ла махалля лахминал-Ирраби не имеет места в падеже, так как подобные предаточные предложения относятся к тем семи предложениям, у которых нет места в падеже. Лианна джумля тассылати минал джумали саби'ал-Льти ла махалля лахминал-Ирраби. Халика, в маф'уле халика, маф'уле халика, маф'уле, прямое дополнение глагол халика, махзуфан, мукаддар, удалено, подразумевается, например, Халика, кулля шей, ин сатурил всякую вещь, в Аллаху а'лам.